Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 4 сентября, и я, как обещала, в конце лета, ну теперь уже начало осени, подошла еще раз к монгольскому карлику, чтобы показать вам, какой он будет в конце сезона. Ну вот сразу мое мнение по монгольскому карлику, что мне, ему, у меня не хватило времени. Видите, сколько завязи еще несозревших. Сейчас, если будет сентябрь теплый, они, конечно, созреют, но вообще, мне написали в комментариях, что он туго дома, его надо сеять немного пораньше, на будущий год я его по-другому посею пораньше и высажу пораньше, чтобы все вот это обилие плодов у меня поспело. Для тех, кто предыдущий ролик про монгольский карлик не видел, я напомню, что это сибирский сорт неприхотливого томата. Монгольский карлик вообще называют томат для ленивых. Его действительно не нужно ни подвязывать, ни посынковать. Видите у него, какое строение куста. Это является, этот томат является стелющимся. Он вообще в длину, в высоту никогда не бывает выше 50 сантиметров, но и все эти 50 сантиметров, они всегда стремятся к земле. То есть, когда вы высаживаете рассаду, вот этот основной ствол, он 20 сантиметров вырастет и потом начинает изгибаться вниз во все стороны. Видите сколько? Я сейчас посчитаю вам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, семь, девять, семь, 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 здесь вот 15 так называемых стволиков или пасынков, вот это вот все один куст. Вот, вот это вот все, вот это вот это, вот это, сейчас вам по кругу пройду, вот один куст. Вот это вот, это его зелень, это его томаты, вот это все один куст, один и тот же, и центр у него вот здесь. Вот такое строение имеет монгольский карлик, то есть вот это один куст и вот это один куст. Вот здесь два куста и видите сколько на них плодов. Очень-очень много, посчитать невозможно. Даже то, что он не созрел, не помешает нам сделать вывод, что томат этот очень плодовитый. Насчет количества плодов очень-очень много. Кушать я его еще не кушала, вот сегодня попробую. Я сюда не подходила, вот с тех пор, как сняла. Только сейчас убрала вот эти нижние листья, лишние листья, не только нижние, вообще нижние, чтобы вот эти, которые останутся зеленые на корню, чтобы успели дозреть. Он образовал столько плодов, что, конечно, это очень-очень много. Вот самые первые крупные, вот у самого основания, я прошлась по всем кустам, на всех кустах первые очень крупные, вот такие. Но он указан 200 грамм вес, вот этот чуть побольше. Но потом, конечно, так же, как обычно, вот первые они будут 200 грамм, дальше чуть поменьше. Ну и вот такие будут средние 150-120 плодов. Очень много, и как я сделала заключение, вот этот томат очень хорош будет для томатопродуктов. Вот там, где нужен ярко-красный томатный сок, лечо, различные кетчупы, томатные пасты, борщевые заправки. Именно там, где нужен ярко-красный цвет, и где нужна большая масса плодов, большой выход. Вот тут с двух кустов, я не знаю, два ведра точно, но ведро томатов с одного кустика точно наберу. Но так как я первый год, я ничего говорить заранее не буду, потом уже в самом конце сезона я вам скажу, сколько он дал плодов, примерно. Хотя я не вешаю, потому что как взвешивать? Я сейчас вот эти унесу спелые, те останутся, потом еще второй будет сбор урожая, потом еще будет сбор урожая. Сразу скажу, что некоторые плоды уже обкусали слизни, которые спелые, так что нужно их, наверное, снимать почаще. Я вот сюда не заходила, смотрю, вот там уже погрызано слизнями. Вот это краткий видеообзор, еще раз, стелющегося томата карлик, потому что когда я показывала летом, тут была одна зелень, и было вообще неизвестно, что из него получится. Кто-то его не выращивал ни разу. Но вот пишут комментарии, кто его высаживал, что по вкусу он обычный, и что таких же, как монгольских карликов, сортов много. Вот один мужчина, который смотрит мой канал, сказал, что такой же сорт момент примерно. А я, вот наблюдая за карликом, хочу вам сказать, что вот у меня есть сорт взрыв, он тоже у него 200 граммовый, он тоже лежа на земле плодоносит, его можно посадить весной, уйти и забыть про него. Я потом вам его покажу, но вот он мне напомнил, именно сорт взрыв. У меня он нынче есть, и там растет, и уже есть несколько спелых, не несколько, а как, ну так же часть поспела, часть нет, на ленивой грядке. Я вам потом подойду и покажу. И вполне возможно, таких сортов, как монгольский карлик, он не единственный, наверное, такой, хоть его и называют чудо-ход, ой, чудо-сорт. Вот, но я уже, как говорила, скорее всего, это маркетинговый ход, чтобы подороже продать семена, потому что в интернете, сколько ни читаю, 100 рублей 10 семян, одна пачка, конечно, это очень завышенная цена. Вот по сравнению с моей, например, в 10 раз. Плодов дает много, какой смысл завышать цену, если их море вообще. Но я думаю, через несколько лет цена упадет на этот монгольский карлик, потому что этот чудо-сорт, хоть он и сибирский, хоть он неприхотливый, хоть он выносливый, но мне кажется, он такой же, как все остальные. У нас очень много урожайных, неприхотливых сортов, которые можно лежа на земле вырастить. Все, до свидания. Обзор монгольского карлика. Все.